1080-е годы, во-первых, крупные успехи в реконкисте. Альфонсо Храбрый правит в Испании. Он сначала воевал за объединение испанских всех этих королевств, а именно Леона, Кастилии и Галисии. Поскольку, когда он воевал, часть мусульманских правителей поддерживали его врагов, он устроил по этому поводу походы на мусульманских правителей. К тому времени халифат Кордовский распался, там было много и испанских государств, и арабских, в общем-то, мусульманских. Вот в процессе всего этого, в 1982 году он осаждал Севилью, которая далеко на юге, потом он победил Эмира Аль-Кадира, который был в Толедо. И вот в 1985 году, 25 мая 1985 года, Альфонсо торжественно въехал в Толедо, и вот с тех пор весь центр Испании снова контролируют испанцы-христиане. То есть Альфонсо Храбрый отвоевал район Толедо-Мадрид и так далее, то есть самый центр. Известно, что при нем был знаменитый военачальник Эль-Сид, и у испанцев довольно много разных эпосов, посвященного деятельности Эль-Сида совместно с Альфонсо и вот этим всем делам. Ну там с переменным успехом иногда как бы и арабы побеждали, но в целом шло наступление христиан, то есть продолжалась реконкиста. Войны там в связи с такой сложной структурой всяких государств, они практически по всей Испании шли. То есть могли там христиане глубоко на юге явиться, могли внезапно явиться куда-то в центр или даже на север арабы и так далее. В 80-е Рожер Босс окончательно завоевывает Сицилию, о нем довольно много почему-то сейчас пишут в разных историях средних веков западных, видимо из-за толерантности, то есть в отличие от многих западных правителей был Рожер известен именно толерантностью, но в принципе ему больше ничего не оставалось, потому что у него норманов было мало, а Сицилия была заселена в основном арабами. Ну так вот Рожер еще в 72-м году взял Палермо, то есть основной город Сицилии, где он был провозглашен герцогом Сицилии. Там продолжали оставаться множество всяких арабских государств, они раскалывались на всяческие эмираты, то есть там, допустим, отдельно был эмир Сиракуз, отдельно там эмиры всяких других городов, вот он их постепенно всех бил. В 80-е годы основной противник был Бенарвет, именно эмир Сиракуз. В 85-м году начались активные действия против него и тогда же в сентябре 85-го года он взял Сиракузы. После этого во второй половине 80-х годов оставались небольшие города на юге Сицилии, которые он постепенно и завоевывал. В общем, к 90-му году полностью вся Сицилия была в руках этого Рожера, норманца, и в 91-м году он даже ударил на Мальту, потому что Мальта могла быть базой для возвращения мусульман, и занял Мальту. То есть все вот это наступление мусульман на юге Италии полностью норманны прекратили и оттуда их выбили. После этого у него был брат Роберт Гвискар. Какое-то время они конкурировали с братом за власть во всей Южной Италии, то есть норманцы выбили полностью византийцев из Южной Италии и устроили там всячески свои герцогства и так далее. Ну, фактически он был все равно вассалом тех, которые были вот в Южной Италии, там в центре, но постепенно он занял лидирующее положение, особенно когда Роберт Гвискар умер. Роберт Гвискар много занимался Византийским фронтом, о котором я еще расскажу, поэтому Рожер постепенно брал под себя также и Южную Италию, и не только Сицилию. Вот что касается внутренней политики, отмечают, что в принципе там были греки, потому что длительно это все было под властью Византии, то есть были там православные. Были мусульмане, которые тоже долго это все держали. И, соответственно, вместе с Рожером пришли римские католики. Поэтому официальные языки на Сицилии были арабский, греческий и латинский. Католиков было цело мало, поэтому на многих постах оставались мусульмане там в руководстве. Запретили даже проповедовать католическим миссионерам среди мусульманам, ну потому что проповедь католиков, как правило, заключалась в оскорблении других религий, потому что рационально это не обосновывается, соответственно, им ничего и не оставалось, как только какой-нибудь гадости рассказывать про мусульман или мусульманство. Поэтому подобные проповеди Рожер остановил. Сохранялись мечети всевозможные. Такой сформировался смешанный арабо-нормандский стиль в архитектуре, такая определенная смешанная культура. Ну, что касается православных, у них сохраняли греческий обряд, но их переводили под подчинение епископам католическим. То есть, фактически это униатство, фактически они их делали католиками, вот с точки зрения современных православных. Но то, что сохранял греческий обряд, выдается тоже за терпимость по отношению к грекам. Ну и, в принципе, на базе вот этой политики постепенно формировалось Сицилийское королевство. Считается позитивным моментом у Рожера. Ключевые события в мире происходят в Византии по-прежнему, где к власти приходит Алексей Камнин. Алексей Камнин первоначально воевал за Никифора в Атаниата, то есть очередной переворот недавно произошел. Вот тут был его полководцем, этого Никифора. Потом соратники этого Никифора решили убить Алексея. Он бежал в армию. Армия прогласила его императором. 14 февраля 1881 года Камнин поднял восстание в армии и двинулся на Константинополь. В Константинополь в основном защищали при этом европейские наемники и ополчение горожан, потому что вся армия перешла к Алексею Камнину. Но он взял Константинополь, кстати, они его разграбили, то есть свои же греки грабили собственную же столицу. Это в условиях, когда сельджуки уже практически заняли всю Турцию. То есть ситуация в Византии довольно плохая, но Камнин спасет Византию в очередной раз. 4 апреля 1881 года он официально был провозглашен императором уже в Константинополе и коронован Константинопольским патриархом, соответственно. Однако ситуация осложнилась с норманами, которые во главе с Гвискаром напали со стороны Италии. То есть у норманов был лжеимператор, то есть они утверждали, что император бежал к ним после этого переворота. И вот они этого лжеимператора, кого-то грека, вероятно монаха, беглого с собой возили и всем показывали. Суть была, естественно, у норманов одна, что они пытались захватить, по крайней мере, Албанию и другие территории у Византии, когда Византия в таком тяжелом положении. То есть получилось, что у Византии не только с турками фронт, еще и на западе католики открыли фронт. Ну, тем более, на тот момент это уже были разные церкви, и норманы, они, конечно, везде водили католицизм на всех территориях, которые захватывали. Ну, вот 1981 год, тогда же, вот когда уже шел этот переворот, уже норманы высадились, взяли Дерахий, крупный город, захватили практически Албанию, начали наступать. В битве за Дерахий проявила себя английская часть, то есть у них были наемники у византийцев со всех сторон Европы на тот момент. И вот англичане, как раз англосаксы, которые ненавидели норманов из-за вторжения 1066 года, видимо, туда перебежала какая-то часть английской знати в Византию, которую лишили там всего. Вот они героически с этими норманами сражались за Византию, но они героически погибли в этой битве. И Камнин тоже довольно храбро воевал, но вынужден был отступить. Норманы наступали, но там у них пошли проблемы в это время в самой Италии, как я уже рассказывал. Генрих и папа боролись за инвеституру. Вот как раз Генрих осадил Рим и его разграбил в 1084 году. И Норманов папа римский себе на помощь звал, они были вынуждены туда отвлечь войска на войну с немцами. Но в результате тоже, значит, византийцы собрали силы и нанесли поражение Норманам, выбили их. Сам главный этот Роберт Гвискар, который все организовывал. На этой войне, в принципе, погиб, эпидемия там была, на Кефалонии, то есть на греческом острове. 17 июля 1985 года он умер, и после этого Норманы эвакуировались. То есть от Норманов он успешно отбился, Алексей Камнин. К 1985 году турки полностью контролируют Малую Азию, то есть границы там где-то под теперешним Стамбулом, Константинополем проходят. Константинополь контролирует греки, а вот все, что со стороны, с другой стороны пролива, со стороны Азии, и практически все это контролируют турки. В 1985 году они создали иконийский султанат. Формально это как бы в составе седжукского султаната, у которого столица Веспахан, но реально они там творят, что хотят, и даже распадаются. То есть вот разграбив все эти крупные города, начали турки распадаться на отдельные там эмираты, каждый лидер начал свои права качать, поэтому даже иконийский султанат, это было довольно такое слабое единство между турками, чем пользовались византийцы. То есть в условиях, когда турки разделились, им было проще. Основной был Кутулмыш, Сулейман ибн Кутулмыш, это лидер турков в Малой Азии, который формально подчинялся султану Меликшаху Веспаханю. Поставил эмиров по всем городам, захватил Антиохию и Эдесу, которые формально тоже под Византией были. Однако в 1986 году Сулейман Кутулмыш умер, и начался распад этого иконийского султаната, появились всякие независимые эмиры, начали они между собой воевать. И все это, конечно, с одной стороны Византия способствовала распаду этого всего, натравливала друг на друга, с другой стороны византийцы осуществляли всяческие рейды, точечные, срывали процесс постройки флота турецкого и так далее. Причем часть турков перешла на сторону Византии, у самих византийцев появились турецкие полководцы, которые воевали против Турции. В самом конце такой был эмир Смирный Чака, который смог все-таки небольшой флот построить, и он договорился с печенегами, которые тоже наступали, о чем я расскажу, и попытался в 90-91 году все-таки взять Константинополь. Печенегов с половцами камнин разбил, о чем чуть позже расскажу, и флот этого эмира Чаки тоже разбил. Поэтому эти планы его сорвались, и более того, Византия попыталась заключить союз с сельджуками, как раз в 91-92 годы шли переговоры с Милик Шахом о том, что будет заключен династический союз. И в целом получилось, что центральные власти, они против войны с Византией, поэтому когда вот этот Чака или Чакан, он прибыл к двору иконийского султана, его там же убили, прямо вот этого самого турка, который напал на Византию, за то, что он напал на Византию, а с ней мир как бы планируется. То есть самого же главного активиста, который пробовал взять Константинополь, сами же турки и убили. Что касается печенегов, то их на тот момент половцы в целом выбили с Украины, и печенеги, как и ранее болгары, попытались поселиться в Болгарии. Перешли они Дунаю в 86-м году. Их поддержали полностью павликиане, которые были манихеей, которых преследовала православная церковь византийская. Как я уже говорил, их признали на том основании, что они будут жить на границе и защищать Византию как раз от турков. Но они, в общем, не забыли, как их все время гоняли, поэтому при приближении реальных крупных сил печенегов павликиане восстали. И приходилось совместно воевать Камнину и против манихеев, и против печенегов. В 88-м году Камнина разбили там и начали наступать до Константинополя. В этот поход втянули половцев, типа вместе возьмем Константинополь и много там пограбим. Однако национальные противоречия использовали византийцы, и в 90-м году, когда все вот это совместное подступило в войско печенегов, манихеев и половцев к Константинополю, вот византийцы договорились, что половцы там нападут на печенегов. Типа так проще, давайте печенегов ограбим. И совместно с половцами, которые предали своих союзников, они расправились с этим вот нашествием. И параллельно они флотом отбили попытки турков-сельджуков тоже в этом поучаствовать, то есть попытки Чакана. Таким образом, в 90-м году Византия в целом на западе отбилась от своих проблем, но на востоке оставались сельджуки, поэтому Византия была в первую очередь заинтересована в крестовых походах. В 90-е годы начнутся крестовые походы, и во многом это тоже все это византийская разведка, которая была по всему миру. Интриги все устраивало, и в их интересах было, чтобы западные все обрушились рыцарей на восток, и за счет этого Византия что-то там тоже себе приобретет. К 80-м известна деятельность Хасана Ибн Сабаха, который как раз в 90-м году владел крепостью Аламут. Значит, Ас-Сабах – это проповедник исмаилизма, который стал популярным, решил основать свою секту, причем он ее основал как бы грамотно. Практически без боя он овладел крепостью Аламут и ряд других крепостей. В принципе, это все зона турков-сельджоков. У них довольно большое государство, которое там воюет на разных, на границах, на всяких, то есть им до этих горных районов, в общем-то, особенно-то дела не было, поэтому за счет этого исмаилиты там удержались, вот именно Хасашины. Ас-Сабах основал секту Хашашинов, довольно известную на Западе тоже. Ну, там трудно сказать, были ли это мусульмане. Во-первых, все законы шариата он отменил, и во-вторых, он ввел собственные законы, по которым все члены секты были равны, то есть богатых и бедных не было. Было что-то типа коммунное, общее имущество, но во главе, естественно, с лидером секты, то есть тоталитарная секта, лидер полностью контролирует. Он регулярно им там всякие чудеса показывал с помощью всяких приемов нечестных, фокусов всяких. Изображал, что он там воскресает сам, или он может людей воскресить и так далее. В общем, обманывал сектантов, поддерживая в них веру. Естественно, он не подчинялся Сельджукам. У него была за счет секты огромная агентура по всему миру, он отовсюду воровал ученых, воровал все книги, использовал все эти знания на строительстве, укреплении, на защите своего государства, разработке всякой химии, всякого там оружия воздействующего на людей и так далее. Весь остальной мир он считал гадами, которые ему не подчиняются, против которых все разрешено. Идеология, естественно, там такая была, что вот этот Сабах, он посланник Аллаха, представитель бога на земле, фактически, значит, бог. Поэтому все, кто ему подчиняется, все пойдут в рай, и все, кто не подчиняется, все пойдут в ад. При этом шариат фактически отменили, фактически уже это был не ислам, а просто вот его личный культ этого Сабаха. Хотя какие-то элементы ислама, возможно, сохранялись чисто для пропаганды. Им удалось убить главного визиря государства Сельджукидов, после чего он решил создать именно крупную группировку, которая будет убивать всех его противников и вообще всех вводить в ужас. То есть он создал вместо сильной армии, создал сильные спецслужбы, чтобы его не трогали. То есть там не столько укрепления работали, а сколько страх, который они наводили эти хашашины. Для этого, во-первых, он создал крупную систему разведки и вербовки. То есть у него центр секты был в горах, но по всему миру тогдашнему у него были сторонники, которых вербовали специально. Они могли просто разведывательные функции выполнять, то есть просто сообщать, что происходит, а могли быть и диверсантами. Диверсантов отдельно готовили уже там, в Аламуте, и там была крупная такая академия по подготовке террористов. Там очень сложный был отбор. Из 200 кандидатов человек 5-10 допускали, подвергали их там всяким жутким испытаниям, и только если они все испытания проходили, их уже принимали, там хорошо кормили и так далее, естественно. Их там почти постоянно тренировали, ну и также накачивали идеологически о том, что единственный путь в этой жизни – это служить вот этому старику, старцу горы, как они его называли, великому владыке. Которого они практически, естественно, не видели, потому что иерархической была структура секты, они занимались со своим непосредственным миром. Огромное количество убийств по всему миру было совершено, всяких князей, шахов, маркизов, всяких влиятельных людей. И они специально это делали, то есть они там при этом признавали, что это их теракт именно для того, чтобы их боялись. То есть вот эта вот система терроризма, это хашишины были известны. Ну, хорошо известна история, что для того, чтобы увеличить их верность, чтобы они были готовы на смерть, их опаивали наркотическим веществом. Почему называют хашишины? Потому что предполагают, что гашиш, но по всей видимости, все, что там описано – это опиум. По всей видимости, каким-то опиатом их, значит, поили, после чего их в наркотическом сне, то есть под кайфом переносили в некий такой райский сад, где они совокуплялись с девушками, хотя вообще у них никакого же секса не было, у этих диверсантов, афидаинов. И после этого им говорили, что вот если они миссию свою выполнят, они будут вечно вот в таком же раю. Ну, то есть широко применялись в этой секте наркотики и так далее. Суть была, чтобы любым путем мобилизовать на убийство своих сторонников. Ну, кроме того, помимо всяких боевых искусств, они изучали актерские, то есть они могли прикидываться кем угодно – цирком, монахами, дервишами, кем угодно, чтобы осуществить свои цели. Строгая иерархия в секте, там несколько уровней, естественно, было. Можно было, в принципе, продвигаться по этой иерархии, если не погиб на каком-нибудь теракте. Ну, и довольно популярна эта вся история в XIX веке была в Европе, потому что масоны – тоже некое тайное общество. И вот в какой-то степени хашишины, конечно, предшествуют всяким другим тайным обществам, в том числе европейским, хотя, конечно, террором те не занимались.